Начнем запись. Тут, в общем-то говоря, Сержик против Энфи, и мы вполне можем успеть догнать прямой эфир, хотя там осталось очень мало. Попробуем. Я смотрю, у Энфи, конечно, крайне дорогая команда. Вы посмотрите просто на его вампиров. Все вампиры прям очень добрые, толстые ребята. Бутербродная работает. Что за инфа? Ну, в следующем году выходит Bloodball 3. Так, первый удар. ПО. Ну, это правильно все делает Сержик, вариантов у него немного. Нокаут. Ну, нокаут это мелочи, но ок. Хороший удар в 3 куба. Еще нокаут. Слушайте, начало атаки, я бы даже сказал, вообще, по-моему, вот таким хаоситом, как у Сержика, играть на старте против... ну, играть с индусментами против вампиров, наверное, даже удобно. Хоть индусментов и не так много. Ну, круто, Камбиодолар. Хотя, конечно, остановить таких вампиров очень тяжело. Такие вампиры прямо страшные. Ну, это нагиб, это правильно. Клон BB-2, понимаешь? Весь анонс BB-3, это когда черный экран и каждую секунду всплывают, собственно говоря, картинки, типа, просто одно название там. Йоу, новая игра по... Чё-то там маскараду. Хоп, Blood Bowl 3, хоп. Там появляется просто на секунду надпись, что выйдет игра. Вся информация появится, когда выставка пройдет. А я не помню, когда она будет. В общем, прикольный через гипноз играет Энфи. Интересный стиль. Ух ты. Рерол? Рерол. Две единички. Классный был в лед в... Почти классный. Идея была красивая. Шикарно расставленные гипнозы. И потом, блин... И потом две единички. Но идея была классная. Здравствуй, Ласт. Энфикруто сыграл, но ему не подперло, конечно. Повалили графа лжеца. Спасибо, что хоть здесь без пробоев. Но вообще уже минус три раба. С учетом того, что сейчас еще будут удары, в принципе говоря, я бы сказал, что ситуация чуть-чуть тоскливая у вомперов. Вот. Вомперы звучат почти как вопперы. Блин, я хочу воппер. Ладно. А почему не Блиц с ПОшером? Ладно. Ощущение, что просто к концу тайма... К концу тайма... Рабы могут закончиться. Отлично. Хаосическая клетка сделана. Удачный удар вампира. Такел. Такел сработал. Прекрасно. Ну вообще стоит сказать, что пока все в порядке у хаоса. Хотя вампиры, конечно, давят. И гипнозы. Заметьте, как идеально работают гипнозы каждый ход. Не хватает Сержику нормального меченосца, конечно, в команде. Семиарморный парень не треснул. И идеальный скаттер. Это самый лучший скаттер, который мог быть. Не хватает еще, кстати, такла в этой игре для Звера-человека. Гипноз не сработал. Еще и не уронили Марка Марковича. Ну, наверх, конечно. Аккуратно играет инфи. Не лезет на рожон. Дефон разыгрывает прикольно. Мне даже вообще ощущение, что инфи за последнее время прямо прибавил в скилле. Хотя, может, мне кажется просто. Но ощущение, что инфи стал играть лучше. Хорошо повалили вампира. Честно говоря, мне кажется, что даже вампира можно и пофалить в этой ситуации. Вам так не кажется? Реролл. Повезло. Это была опасная ситуация. Клетка стала получше. Сейчас в три куба будет привет кому-то. Ну, кубы устраивают. Лорд Барак дает в щи. Правда, все кубики ушли на армор. Какая неприятная травма. Минус к армору. Ну, мисс некст гейм. Ну, конечно, травма просто так полученная практически. Крайне обидная. Теперь единственный парень, который должен был вырезать толпы рабов, пропал. С учетом того, что здесь пять рабов еще, то ситуация немножко грустная. Привет, Ситар. Мы тут смотрели твою игру. Ситар, я правильно понял, что ты в конце играл на победу, а не на то, чтобы забить второй гол? Это не претензия, мне интересно. Ну, вообще, у Сержика крутые статапы. Тебе именно так хотелось веселса обыграть? Или ты хочешь поставить какой-нибудь символичный рекорд в этом? Реген не сработал. Неприятно. Мисс некст гейм. Я хочу попозже проиграть. Понятно, Ситар, понятно. Но вообще, после потери вампира, вампир, наверное, более важен, чем убивашка в этой игре для Сержика. Тем более, Сержик это не какой-нибудь Гафи. Он не играет в тотальное уничтожение команды противника. Сержик всегда играет в мяч. Ну, я не могу тебя подкалывать за это, Ситар, потому что я сам всегда стараюсь выигрывать. Я, правда, играл с квигов... Я, правда, играл с квигов... Как это называется-то? Неприятная жажда, но профи сработал. Я играл с квигов не Сталя, вот. Но это другой вопрос. Кто там пропускает мой матч? Твой матч пропускает вампира с бладжом, таклом и сайдстепом. А вот. Граф Рафал Лжец. Ну, спасибо, что Аптичка хотя бы там что-то сделала. Так было бы совсем грустно. Удар стаклом. Вагилу. Это правильно. Ну, мне кажется, просто ты в конце вполне мог позволить себе попробовать сделать Йола пас и надеяться, что ты его поймаешь и потом задоджишь. Вот. Да, я понимаю, что... Мне просто казалось, что, типа, даже если у тебя сильно не получится пас, все равно забить будет трудно. Ну, то есть, я бы сначала делал бы Блиц в Волчика, ну, как ты его сделал потом, а уже потом делал бы пас. Вот у меня как-то так была бы идея. Ну, окей. Почему в таком хаос? Потому что, видимо, он умирал раньше. Но, конечно, количество статапов у Сержика страшное абсолютно. То есть, смотрите, силовой хаос вериор, вот. Агила, сила, агила мув. Это прямо... Это много. Это много. Тем более, хаос, он хорош тем, что здесь любой статап на любом игроке смотрится крайне сильно. Как Энфи душит своими Блицами и гипнозами. Просто страшно душит. Ну, у Сержика там просто уже столько людей прошло через его мясную фабрику, что, в общем, ничего удивительного. У меня вот к Сержику никаких претензий нет. У него все умирают слишком часто. В такой атмосфере ненависти тяжело тащить команду. Ну, вот. Три силы у Сержика. А, еще же один козел. Но если Сержик когда-нибудь сможет докачать эту команду, то она будет крутой. Но, как я сказал, в вышке травматизм выше, чем в любом другом дивизионе. И смерть в вышке еще более внезапной, чем где бы то ни было. Поэтому здесь тяжело качать команду. Это могут делать какие-нибудь эльфы или какие-нибудь лакерки. Хорошее проталкивание. Но на моей памяти, Камбио Доллар, таких сезонов у Сержика было не один и не два. Конечно, против вампиров крайне тяжело построить эффективную клетку. Это понятно. Вампиры душат страшно. Просто страшно душат. Ну, здесь простой Блиц. Ой, Блиц. Простой удар. Профис работал. Рерол. Ну, вот это немножко обидно. Вот это немножко обидно. Побитые немного вампиры у Энфи. Там минус мувы, минус арморы. Тра-та-та-та-та. Ой, какая неприятная жажда крови. Вот эта жажда крови сильно не в тему, конечно. Вот сейчас был крайне неудачный ход у Энфи. Опять жажда крови. И додж не прошел. Да, ну тут, конечно, и такл сыграл. И додж не прошел. И жажда крови. Количество единичек на квадратный метр зашкалило у Энфи. Вот. Тут было тяжело что-то сделать. Ну, у меня в целом как-то, знаешь, комбион доллар. Я не люблю следить за чемпионатом мира, потому что в моей голове он как-то котируется не очень высоко. Я, типа, считаю, что вот есть Олимпиада и есть все остальное. Не в обиду, конечно, сказано никому. Это вот в футболе котируется чемпионат мира, а в хоккее, ну, такое. Как барак далеко бегает. Правда, немного рисковое было ГФИ, по-моему, но ладно. Я думаю, что если у Сержика хотя бы каждый из этих козлов получит просто блок, то они будут страшной силой. Сработал... Нет, не сработал Гипноз, он сработал Профи. Две жажды крови! Ёпарный театр. Реально Энфи прорвало, ребята. Вот просто Энфи прорвало, он каждый ход кидает по куче жажд. Вот. Последняя Олимпиада в хоккее тоже не котируется? Это почему? А что там было такого? Я не припоминаю. Господи. Просто посмотрите на количество единиц у Энфи в последние два хода. Раз, два, три, четыре жажды тут выплыло. Офигеть. Энфи уже не отпустила игроков. Ну, деньги все решают. Что тут поделать? Как жадно сыграл Сержик, конечно. Ну, здесь тоже халявный удар. Шестерочка по армору седьмому. Это опасно. Но Сержик хорошо забил. Хотя стоит сказать, что у Энфи там был период дикой непрухи. Хотя у него в начале много чего получалось. Просто вампиры-то не особо хороши в атаке, стоит сказать. Так, секунду назад. И это попытка Ван Терна с восьмимодом вампиром. А еще и тачбэк. Это, кстати, очень здорово. Это реальный шанс на Ван Терн в такой ситуации. Да. Так. Пошло-поехало. Вот, конечно, жажда крови, ребята. Жажда крови... Да, ну тут, конечно... Не повезло. Жажда крови очень сильно портит возможности для Ван Терна. Можно было повантернить, но все эти жажды крови, они, конечно, сыграли крайне неудачно. Пасец. Просто, ребят... Еще единицы! Я не знаю... Что произошло с Энфи, ребята? Он за последние ходов пять, по-моему, только единицы кидал. Ой, ладно, за последние хода три. За последние хода три Энфи только единицы кидал. Это какая-то дичь полная. То есть, там, конечно, наприлетало столько жажд крови, что с таким просто не выиграть. Вот. Так, ну ладно. Ну, тут уже... А, тут... Окей, ладно. Мы немножко не увидели, но это не страшно. Лосс, в общем, бьется. Все тоскливо. Ну, это да, Ситар, но я не думаю, что Энфи это как-то успокоило. Я думаю, что такое количество единиц все-таки всегда бесит. Меня бы бесило. Сейчас еще, кстати, проверим одну штуку. У нас есть как бы мультивероятности разных матчей и так далее. Непонятно, что мы будем смотреть третьим блюдом сегодня. На эту игру я не знаю, мы догоним, не догоним. То есть, когда я запустил, там, по-моему, шел двенадцатый или тринадцатый ход. Опа, фолт такла горда. Это правильно. Немножко не получилось. Еще бы одну единичку, и там, конечно... Ну, хотя, не ладно, про единичку я загнул. Ну, хотя, да, ладно, единичку. Ну, хотя бы, конечно, с таким количеством... Собственно говоря, запасных. Заметьте, кстати, что Сержик не нанес ни одной травмы, кроме как в одного вампира. Это тоже показательный момент. Весьма забавный. Первый удар прошел. Ну, хаос очень нагло идет в контакт, стоит признать. Прямо... Прямо очень нагло. Непонятно, правда, поплатятся ли они за это. Нормальные кубы. Хотя мне кажется, что семиарморному вампиру стоять рядом с МБ таклом просто физически неприятно, понимаете? Меняет фланг Энфи, но у Энфи сейчас такие неприятные контакты. И вот этот пятисильный парень еще и... Фол, кстати. Фол, это правильно. Сейчас, ребята, затягивается Мстя моя будет страшна. Сейчас пойдет Мстя. Притом очень страшная. Правда, первый удар не прошел. И получилось вообще неприятно. Ну, ладно. Хорошая шестерочка. Почему в матчах вышки так мало пробоя, ребята? Я не понимаю. Охренеть. Можно было, конечно, плюнуть и вытолкнуть пятку. На самом деле. Странно, что он не стал выкидывать пятку. Я понимаю, что хочется выбить мягкого вампира. Но мне думается, что выбивание пятки тоже имело смысл. Но я бы не сказал, что совсем беззубые, Ситар. Там в начале матча парень с МБПО, Козлик, довольно активно пытался кого-то сломать. Просто, понимаешь, даже при том, что у них нету суперинструментария, ударов они наносят в последнее время очень много. Кровь должна вот-вот палиться. Правда, пока это не происходит, но шансы такие есть. Хорошо на левый фланг убегают. Там начало дефа было очень классно, Ситар. Там в начале дефа так классно играл Энфи. Я прям проникся. У него стиль очень прикольный на дэй. Опа! Жажда крови. Пришло время попить. Первая положительная вкуснятина. Василий. Слушайте, Василий как-то странно смотрится в команде, в которой опять жажда крови. Ну, понятно. У Энфи то не одной жажды крови, то потом целая орда такого. Повалили козлика. Этому бы козлику еще голову. Ой-ой-ой. Вот это очень приятный пробой. Вот это очень приятный пробой. Что подумала Ситар, когда умер второй Вайт? Ну, понимаешь, там было мало времени на подумать, потому что потом-то второй Вайт все-таки ожил. Вот. Ну, мне тоже интересно. Момент был крайне забавный. Опа, Блиц. Ну, кстати, правильное решение от Сержика, если уж так посмотреть. Я подумал сразу, жаль, что срегенил. Ну, я думаю, что если бы увестился в тот момент, умер бы второй парень и не отрегенил тоже, он бы в этот момент морально совсем бы сломался. Хотя, честно сказать, он первый тайм очень плохо отыграл. Да и второй, честно говоря, тоже не особо. Первый тайм просто совсем сильно бросалось в глаза, насколько он давал тебе... Он тебе два раза настолько просто дал выбить мячик, что... Может, это, конечно, был байт, но мне не кажется, что так байтить стоило. По мне, так это больше походит на какую-то безалаберность. Сейчас будет гипноз. Или нет? Нет, удар. Нормально. Подходить нельзя. Ну, не, ну ладно, если... Если травма на минус силу... Ну, это нулевой козел, пофиг. В общем, таким образом Энфи пытается поставить. Профи сработал. Энфи кидает все кубы, я смотрю. Не хватает только пяточника для счастья. Опять попытка выбить семиарморного вампира. Ненавидят они этого морфея. И ненависть сработала, ребята. Но регенерация. Вот когда травма без последствий, то сразу регенерация. Если травма с последствиями, то хрен там был. Слушайте, как много силы в одной точке. Это же настоящее сосредоточение силы. Вот так вот. Вы посмотрите. Настоящее сосредоточение силы. И тут, и там, и здесь. Три силовых игрока. В одной команде. В одной точке практически. И как вы все появились-то на свет, господи? У Сержика-то... Ой, какая ошибка! Или это не ошибка? Так и было задумано. Но это было рисковенько. Это было рисковенько. Хотя у Энфи, конечно, пробой идет просто отличный. Хорошая шестерочка. Убегание в центр. Ой, какая жажда неприятная! Ой, 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 ой! Он закроется, конечно, за счет грамотного... Что вообще происходит? Что эти вампиры себе позволяют? Вы посмотрите. Просто посмотрите, что устраивают эти вампиры. Каждый ход это удар с... Даже не знаю, у них последние два хода. Они на лавку отправили уже. Посмотрите, сколько хаоситов. А посмотрите, сколько вампиров. Вампиры перебашили хаос, ребята. Я, конечно, понимаю все поправки на то, что хаос Сержика не особо боевой, но какая травма у воина без последствий. Что-то какая-то бойня натуральная. Блиц в 2D. Сразу реролл. Это сразу попытка подобрать агильным. То есть скатер будет искаться для агильного. Ну, кстати, довольно удачно. Подбор, додж. Ну, правда, тут надо сейчас барака отправить. Вот это было круто. Вот это было круто. Вот это, конечно, от души сыграно. Мое уважение. На мой взгляд, вот это было очень смело от Сержика. Вот здесь прямо, ребята, респект Сержику. Ой, здравствуй, Сержик. Вот это был крутецкий ход, без вопросов. У меня никогда не прокатывали моменты, когда я хотел поиграть пасом на барака. Всегда мечтал это увидеть. Не, ну, согласитесь, ребята, момент с бараком прям реально крутой. Сейчас единичка и гига по сути. Так, еще нет. И сколько... Опять, посмотрите, сколько единиц. Сколько единиц. Офигеть. Здесь как-то удача реально идет волнами, ребята. Вот здесь натурально то сначала дико прет одному, то потом дико прет другому, то там не прет. Это очень забавно. Попытка выбить мячика в 2D. Получилось. Скаттер довольно неплохой. Но жажда крови немножко все портит. Просто сейчас проблема, что еще барак встанет и как бы на мече станет еще горячее. А вампиров маловато. Вампиры там вообще как-то фигней помаялись со своими кубами. Ну, мы, кстати, почти догнали конец матча. Ну, конечно, не догнали, но... Пару крутых моментов было. Ради этого стоило смотреть. Наконец-то и у Сержика какой-то пробой проснулся. Не все вампирам масленица. Не все вампирам маскарад, я бы даже сказал. Сейчас еще Сержик воинам хаоса донесет мячик и вообще будет смешно. Гипноз. Счет не идет, не идет. Ну, удача сильно отвернулась от... От Энфи. Да. Ну что, ждем попытки забить от воина хаоса. Он вроде добегает с грехом пополам, если мне не изменяет память. Он добегает, добегает. Конечно, нельзя сказать, что это просто, но шанс есть. Знаешь, Флакс, я думаю, что есть вероятность того, что ты вампир, конечно. Не знаю, как лучше охарактеризовать эту вероятность, но она есть. Я думаю, тебе стоит сходить в психушку, но не для того, чтобы, как бы, как-то, как-то подумали, чтобы подумали, ты псих, а просто удостовериться, что они не смогут доказать, что ты псих, и тогда станет ясно, что ты вампир. Как тебе идея? По-моему, неплохо. Вообще, конечно, в тот момент, когда Энфи выбил кучу игроков у Сержика, мне натурально показалось, что есть шансы поиграть вампирам на победу. Ну и Ситар тоже, кстати, это написал. А потом, конечно, Сержик показал скиллуху, мастерство игры вампира, ой, мастерство игры в Пасхо осидское. Это было весьма забавно. Еще, кстати, опыт приятно лег. Да, вампиры, конечно, прибивали из своей чужой брони. Молодцы. Тяжело смотреть статистику по пробоям, когда вампиры играют. Нету адекватной информации. Надеюсь, в третьем ББ они как-нибудь ее разделят. Продолжение следует... Продолжение следует...